Меня зовут Катя, мне 30 лет, моего мужа придавила кабиной весом в тонну. С мужем мы познакомились 15 лет назад. Ему было 19, мне было 15, школьница. Он пригласил меня на танец, мы с ним потанцевали, потом он меня подвез домой. Того дня лета мы с ним так и продолжали. Я извиняюсь. Мы была та семья, к которой можно было, наверное, равняться. Я даже, как говорится, не дернусь глазом и скажу, да, это так. Мы жили и радовались жизни. И никогда в жизни не могли подумать, что что-то может произойти и пойти не так. Работал он автослесарем и водителем, водителем КамАЗа. Уют, тепло, вот это вот все, чего мы стремились и чего он очень сильно хотел. Он работал, работал, работал для того, чтобы нам было дома хорошо, чтобы мы ни в чем себе не отказывали. Это произошло 14 июля. 14 июля 2021 года. Он уехал на работу, какие-то они чинили там автомобили. Водитель сказал, что у него не поднимается и не опускается кабина. Игорь залез, чтобы посмотреть, что там и как. И в этот момент попросил водителя, чтобы он зашел в бокс, взял какой-то ключ. Водитель в этот момент отходит за ключом и слышит, поворачивается, что щелкнуло. То есть кабина его придавила. Получается, что придавила шею и плечо, а голова осталась наружу. Вес кабины тонна. То есть на нем лежала тонна. Под кабиной он находился минут 20. Они вызвали погрузчик. И погрузчиком пытались ее поднять. При этом они же его били. Этот погрузчик, когда поднимал, они же его и били. И получается этой же кабиной. Ну то есть ребята растерялись. Они уже сдались. Они сказали, что он уже умер. Он уже умер. Они уже ходили, что он уже не живой. А один из их, кто там стоял рядом, сказал, что он дышит. Давайте будем его вытаскивать. И открутили какой-то значок, там какой-то болт открутили. И подняли эту кабину. И когда подняли эту кабину, он сделал свой вдох. Он задышал. Вызвали скорую. И скорая увезла уже в реанимацию его. Я начала звонить. Поняла, что он не берет трубку. Уже тогда что-то было неспокойно. В течение часа трех, шесть звонков, ни ответа, он не отвечает, не перезванивает. И когда седьмой раз я набрала телефон и в трубку услышала чужой голос. Я говорю, где Игорь? А кто его спрашивает? Я говорю, супруга. А вам что, не сообщили? И все. И в этот момент земля из-под ног ушла. Сразу же был крик, где Игорь? Где Игорь? Скажите мне, где Игорь? Кать, он живой, но он находится в коме. Его придавило кабиной на работе. Сейчас врачи ничего сказать не могут. Сегодня будет решающая ночь. Врач сказал, будем ждать утро. И утром будет понятно, сможет он выкарабкаться или не сможет. Вышел врач, сказал, он живой, но он отказался дышать ночью. Мы пытаемся его запустить, легкие запустить. Надо ждать. Вот это надо ждать. Длилось и 9 дней. Утром вызываешь врача и ждешь. Ну что? Ну что, он живой. Нам надо сделать МРТ. Для того, чтобы нам надо сделать МРТ, нам надо, чтобы он задышал. Легкие начали работать. Сделали МРТ. МРТ показало, что никаких ушибов, гематом, ничего нет. Пострадал мозг, самое главное. Он задохнулся, произошла асфиксия. Очень тяжелая асфиксия, пострадал мозг. То есть человек в коме. МРТ хорошее, КТ хорошее, надо делать энцефалограмму. Энцефалограмма покажет живой мозг или все. Или мозг умер. Когда делали эту энцефалограмму, он выходит и говорит, 99% что он останется вот такой, как есть. Человек овощем, можно так назвать. То есть орган, он молодой. Органы работают, сердце, все. А голова не включится. То есть будет лежать вот так вот. Еще раз ушла земля с под ног. Хотелось кричать. Просто выйти где-то среди поля и кричать. И тогда врач нам порекомендовал, что есть такая клиника, которая находится в городе Бровары. Что они делают чудеса. Говорит, ну суммы будут колоссальные. Говорит, я вас сразу предупреждаю, что там... Ребята знают, что они делают, но это будет стоить дорого. Тогда появилась какая-то надежда. Какие деньги, то есть жизнь родного человека. Тут будущее. Вот никаких деньгах не может быть и речи. Я понимала уровень этой клиники. Если они скажут нам, что нет, то ну куда, уже все. У вас нету времени. У вас все будет хорошо, если вы сейчас кинетесь и начнете срочную реабилитацию. У него есть хорошая перспектива на восстановление. Мы понимали, что там будут суммы очень большие. То есть начали собирать, выгребать все, что есть. И первым делом я попыталась обратиться на предприятие, что помогите. Помогите. 33 года, молодой парень. У него двое детей. У него вся жизнь. Ему дали шанс. Предприятие так интересно мне ответило. Как и сейчас помню, так тоже остались в голове эти. Катя, вы хотите выехать на Мейбахе, а ваш уровень Жигули. Мы начинаем выгребать, начинать ставить на продажу свою машину. То есть начинается тотальная распродажа всего. Как бы что имеется, все родственники начинают скидываться, чтобы это все проплатить. Мы оплачиваем ему клинику и перевозим его в Бровары на реабилитацию и лечение. Там его начинают обследовать и находят очень много, целый букет еще дополнительных заболеваний. У него начинается сепсис, у него пневмония. Все, просто все горой вот так вот сразу. Вот как-то я себя так настраивала. Катя, все будет хорошо. Вот он уже в надежных руках. Ты должна как бы выдохнуть и ждать. Твое дело действовать, это искать деньги и не опускать руки. Порядка полмиллиона у нас вышел первый месяц. В один миг просто отдалось все. Все, что имелось дома, все, что было собрано, все, что лежало, все, что, как говорится, за автомобиль я получила. Все отдали и проплатили второй месяц. Второй месяц нам обошлось 330 тысяч. 330 тысяч гривен. Денег мы не соберем, суммы колоссальные. И тогда пришла мысль заложить дом, чтобы взять под кредит под дом и расплатиться с клиникой. Расплатиться с клиникой, потому что выхода не было, забирать его сюда нельзя было. Что вы испытали, когда вы поняли, что даже этого недостаточно? Обида была, обида была на все происходящее очень сильно. Это меня подкосило. Я понимаю, что вроде бы уже все. У нас уже ничего нету. А надо продолжать. А сдаваться нельзя. Страх остаться с детьми на улице. И уже когда третий месяц мы поняли, что выхода уже нет денег, по сути уже брать некуда, уже все родственники, все поскидывались, мы обратились в благотворительный фонд. Я очень долго девочек просила о помощи, нам было отказано, но я не сдавалась. Действительно сейчас очень много онкобольных деток. То есть в основном идет помощь деткам, деткам. А таким взрослым, ну это надо иметь, наверное, большое счастье. Или такое, как говорится, мою наглость, что я стучала и пыталась, и не оставляла. Что мне надо за него бороться, ему помочь. Я просила, просила, и двери открылись. За четыре месяца мы достигли колоссальных изменений. У него динамика потрясающая. Вот если сказать, что его туда привезли тело. Это было тело, которое дышало, но при этом ничего. Через 10 дней его уже вывели из комы, там в клинике. И потихонечку за эти четыре месяца мы добились того, что сегодня я могу ему позвонить и где-то с ним пообщаться. Он ходит, даже бегает на беговой дорожке, что-то там пытается пройти. Ну вот, ну то есть динамика просто потрясающая. Я же говорю, что я когда была здесь в Одессе, и ездила с этими дианазами, и все смотрели, говорят, это чудо. Очень много задавали вопросов мне, даже вот люди, которые помогают нам. Почему я не с ним? Почему я не могу находиться там рядом с ним в клинике, чтобы быть и поддерживать? К сожалению, сейчас то, что творится в нас в стране и в мире, туда просто не попасть. Как сказал врач, для таких больных, как Игорь, COVID-19 это смерть. Клиника нам высылала вот эти первые видео, какое он, я смотрела, и это вроде бы он, но это не он. Вот он такой худой, вот он такой несчастный, эти руки, ну то есть человек, вот эта тряпка, вот все висит. Вот он на этих вот подвесных системах, его вертикализовали, и вот он висит весь. И очень тяжело было, вплоть до того, что бывало, что ночью проснусь, посмотреть еще раз. Вот это вот по 10 раз это видео, думаю, боже, неужели это Мойник? Так было страшно, когда нам разрешили, что вы можете уже приехать. Очень было страшно. Страшно было от того, что узнает, не узнает, и как вообще он нас воспримет. И когда его завезли на каталке, на процедуры, первый раз мы приехали, 1 сентября, и мы подошли с мамой, и он сразу, мам, то есть и мам, и мама говорит, а возле меня кто рядом стоит? Катя, вот, то есть узнал, и для нас это было на тот момент такое счастье, что он нас помнит. А потом мы приехали на мое 30-летие, я себе сделала подарок, поехала к мужу, искала 15 лет, я этот день проводила с ним, 15 лет. Он был рядышком, 7 из которых мы были, муж и жена, супруги, и за 7 лет я утром просыпалась каждый день с букетом. Вот и сказала, 30 лет, я еду. 23 сентября, то есть прошло 23 дня, 23 дня с момента, как мы у него были, мы обратно с его мамой едем. И что сказать, он меня встретил ногами. 23 дня, за 23 дня вот так вот колоссально они подняли, да, его держали под руки, вот, клиника подготовилась, а, конечно, они молодцы, они молодцы, они ему купили букет, коробочку с цветами. И вот это его под руки выводят, он держит эту коробку с цветами. И девочки говорят, мы ему когда говорили, 23 сентября, у Кати день рождения. И вот это он всем рассказывал, что у Кати сегодня день рождения. Да, когда мы начали с ним говорить, я поняла, что где-то он меня омолодил. Мне 24, я говорю, Игорь, мне, любимый, не 24, говорю, мне 30. И самое интересное, что после такой травмы, которую он перенес, это еще впереди, полтора года реабилитации. Пусть не в этой клинике, но останавливаться нельзя. Есть травма и есть период восстановления после травмы. Самый такой активный это год. Ну и завершающий это два. Вот все, что у него останется через два года, вот с тем, грубо говоря, будет жить. Вот, поэтому вроде бы уже и продать-то нечего, а и останавливаться нельзя. И вот такая вот какая-то безысходность. Моя жизнь превратилась в борьбу. Моя жизнь превратилась в борьбу за родного человека, за счастье нашей семьи. Многие там говорили, Катя, а чего ты там так держишься за него? Хочут сказать люди, ну вы что? Ну как, 15 лет мы с ним пробыли вместе. 15 лет он ложился спать и держал меня за руку. У нас рука в руке была. 15 лет мы друг дружку поддерживали. Не сдамся. Чего бы мне не стоило лишиться. Пусть мы остались без ничего. Пусть я выживаю на 860 гривен в месяц с двумя детьми. Я знаю, что мы наверстаем. Я знаю, я знаю, что он вернется. Мы наверстаем. Каким вы видите будущее своей семьи через 5 лет, через 10? Счастливо. Я вижу и своих детей, своего мужа рядом. Я вижу наше счастливое будущее. С супругом очень хотели, сыном очень хотели дочь. Сейчас очень много проговаривалось, наверное, у нас с ним до этой трагедии, что больше никаких детей. Сейчас, после всего происшедшего, наверное, я бы еще хотела детей. Так как ему не удалось до конца ощутить это ощущение и прожить те дни со своей дочкой, маленькой. Поэтому я хочу еще ему дать это. Чтобы у него все-таки получилось видеть еще первые шаги своих детей. Поэтому вот вижу такое счастливое, счастливое, счастливое будущее, где он здоровый, где он рядом с нами и где мы все улыбаемся.